МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, что автобусы под номером 55 появились в Биске около полутора лет назад. Запустить этот маршрут было достаточно проблемно. У автоперевозчика с администрацией города изначально не сложились отношения. Однако осенью 2017 года «Газели Некст» все-таки начали курсировать по Бийску. С появлением нового маршрута жителям города стало проще добираться до учебы и работы. Отметим, что на протяжении всего времени автоперевозчик устанавливал в своих автобусах минимальную в нашем городе цену билета за проезд. Даже после повышения стоимости проезда в Бийском общественном транспорте цена проезда за наличный расчет в 55-м осталась прежней – 16 рублей. Добавим, что сегодняшняя ситуация выбила из колеи многих жителей Бийска. Как нам пояснили в мэрии, об отмене всех рейсов предприниматель не предупредил ни администрацию города, ни единую диспетчерскую службу. Сегодня мы попробовали связаться с автоперевозчиком. Однако дозвониться до него мы так и не смогли. Абонент был недоступен. Мы следим за этой ситуацией и в ближайших выпусках информационной программы «Будни». Расскажем, почему автобусы не отправились в рейс. На сегодняшний день наши специалисты разбираются с ситуацией. И по итогам этого разбирательства будут приниматься меры. В рамках законодательства будем реагировать, естественно. Такое недопустимо. О проблеме невыхода автобусов под номером 55 сегодня говорили на заседании Городской думы. По мнению чиновников, такое поведение автоперевозчика недопустимо. Однако основное внимание народных избранников было приковано к первому вопросу. Сегодня глава города отчитался перед депутатами о проделанной за год работе. В общей сложности доклад длился порядка получаса. Для Александра Студеникина это уже второй отчет. Но если в прошлом году он рассказывал, что было сделано его предшественникам, то сейчас он говорил о том, что было сделано в городе во время его непосредственного руководства. В прошедшем году, как и прежде, основные усилия администрации города были направлены на решение вопросов жизнеобеспечения города Бийска и проблем городского хозяйства, реализацию социальной политики, повышение комфортности проживания и качества жизни бийчан. В своем отчете глава города говорил о ремонте дорог, строительстве, о реализации в Бийске краевых и федеральных программ. Кроме того, речь шла о реконструкции и ремонте социальных объектов. Однако, несмотря на, казалось бы, положительную динамику развития, люди продолжают уезжать из города. Основные направления миграции – города Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской областей, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Причины, по которым бийчане покидают Наукоград, прежде всего молодежь и люди трудоспособного возраста, являются низкий уровень жизни и зарплат. В целом, депутаты приняли отчет главы Бийска к сведению. Однако, представители коммунистической партии проголосовали против. Да, действительно, мы скажем, что улучшение жизни города есть. Но, подчеркиваю, это персональная заслуга правительства Санкт-Петербурга, по краю, что есть финансовая поддержка персонально по работе главы, мы не видим эффективность. И отчет главы нет. Были отмечены как проблемные, так и позитивные изменения. Мы все прекрасно с вами понимаем, что, наверное, проблем в городе остается еще очень много. Но главное, что есть их комплексное видение, есть возможные пути решения, поставлены задачи, над которыми необходимо работать как администрации, так и депутатскому корпусу совместно. Хорошая динамика, она есть в развитии. Но на следующую работу хотелось бы, конечно, скажем, Александру Петровичу обратить внимание на совместную работу с депутатскими корпусами, непосредственно с депутатами оппозиционных партий. Что-то, я скажу, какие-то просьбы, пожелания, потому что, как уже было озвучено, мы представительная власть, мы представляем жителей города Бийска, прежде всего. То есть, на это стоит пройдить на рынок. Хотел бы отметить, что в городе остается проблема снижения объемов производства в отдельных отраслях. Естественно, иммиграционные уголи населения. Недостаточно высокая заработная плата, но хотя прирост как бы есть. Рекомендовать администрации города Бийска в 2019 году особое внимание уделить решению следующих вопросов. Оптимизации бюджетных расходов и повышению их эффективности. Привлечению инвестиций. Обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры и жизнеобеспечивающих отраслей. Выполнение социальных обязательств перед населением. Реализация основных направлений стратегии социально-экономического развития города. В статусе наукограда Российской Федерации на 2017-2030 годы. Прошу голосовать. А вот как работу градоначальника по итогам прошлого года оценивают те, кто непосредственно живет и работает в Бийске. Сегодня мы спросили у горожан. Кардинально что-то бы изменилось. Немножко дороги кое-где подремонтировали. Торговые центры растут как грибы. А работать негде людям. Не вижу здесь больших каких-то сдвигов. Для гостей города вот они приехали. Не знаю, посмотреть. Разве что в музей сходить. Он тоже как-то у нас без ремонта, без всего. Да, много что. И дороги сделали. Да и вот парк улучшили. Брусчатку положили. Дорог в Бийске нет. Все в развале. А некоторые дороги, так там вообще невозможно ездить. Ну я считаю, что похорошел город. И это видно не уроженным глазом, хотя бы вот по этой площади. Ну надеюсь, что Наваль Максимовы тоже сделают вот этот бульвар. Это очень радует. То, что строится магазин, это еще ни о чем. Они не для нас строятся, а для них. А чтобы вот облагораживать город, этого нет. Во-первых, у нас освещение наконец-то появилось после 9 часов. Аллилуйя. В некоторых местах города вообще его не было. Ну вот это слава богу. Ну разве что понастроилась всяких домов, особенно на зеленом клине. Ну дороги кое-где сделали. Во дворах. Ну это я так полагаю, сделали специально на показуху перед выборами. Вот они и дорожки сделали. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Почти 500 пар контрафактной продукции в торговом центре Бийска незаконно продавали спортивную обувь известных брендов. Бийчане поборются за пьедестал. Сегодня в Бийске стартовало первенство Алтайского края по боксу. Когда есть цель, но путь к ней долог и сложен, есть простое решение. В КПК «Зенит» сбережения по 13,95% годовых. У нас все просто работает. АЭС «Финанс». Сбережения по 13,95% годовых. Сроком от одного месяца до пяти лет. Достойное будущее и помощь молодым. АЭС «Финанс». Итак, мы продолжаем. Бийские полицейские изъяли у предпринимателя почти 500 пар контрафактной обуви. Кроссовки известных брендов продавали в крупном торговом центре. Сейчас по данному факту проводится проверка. Не исключено, что индивидуальный предприниматель, который выставил на продажу контрафакт, будет привлечен к уголовной ответственности. Незаконно продаваемый товар в торговом центре Бийска выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Бийская». Известно, что индивидуальный предприниматель продавал обувь известных торговых марок без документов, подтверждающих право на введение фирменной продукции в товарооборот. В итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены опустошить прилавки магазина. Всего из продажи изъято 497 пар спортивной обуви. Сейчас кроссовки направлены на экспертизу для установления подлинности и определения ущерба, принесенного правообладателем брендов. Если сумма превысит 250 тысяч рублей, то в отношении бизнесмена будет возбуждено уголовное дело. Предприниматель может отправиться за решетку сроком на два года. И к новостям спорта бичане поборются за пьедестал. Сегодня в спорткомплексе «Заря» стартовало первенство Алтайского края по боксу. В турнире принимают участие порядка 100 спортсменов со всего региона. БИСК представляют боксеры из третьей спортивной школы Олимпийского резерва. Мы сами фактически хотели, чтобы к нам вернулось именно к краевому уровню по боксу. Потому что раньше город БИСК очень гремел громкими фамилиями. И мы выдавали хороших прям спортсменов. И мы стараемся сейчас популяризировать вид бокса как олимпийский и привлечь туда как больше молодежи. На ринг вышли спортсмены из БИСК, Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Аби, Заринска, Ярового и села Алтайское. В соревнованиях принимают участие юноши 13 и 14 лет. Сегодня в первый день соревнований прошли предварительные бои. Завтра полуфинальные. А в субботу мы узнаем имена чемпионов, которые в дальнейшем представят Алтайский край на соревнованиях Сибирского федерального округа. Как отмечают организаторы, приятной мотивацией для спортсменов будут денежные призы. За первое место 10 тысяч рублей, за второе – 5. Кроме этого, победители получат медали и дипломы. Всего разыграют 15 комплектов наград. Отметим, что сейчас бокс активно развивается не только в БИСКе, но и во всем Алтайском крае. Был объезд по территории Алтайского края. Посетили все залы бокса. Сейчас идет, ну так скажем, новое дыхание открылось. И у тренировок, и у спортсменов. Потому что они чувствуют поддержку, во-первых, администрации края, во-вторых, федерации бокса Алтайского края. Развиваем, проводим мероприятия не только в Барнауле, но и по всей территории. Потому что по статистике самые, так скажем, хорошие спортсмены как раз выходят из глубинки. Размах крыльев до 30 сантиметров. В нашем городе работает выставка тропических бабочек. Посмотреть, как они рождаются, можно в торгово-развлекательном центре в воскресенье. Экзотичная природа южных стран всегда манила северян. Яркими красками она радует глаз, красотой и радостью наполняет душу. Парк живых тропических бабочек – прекрасная возможность окунуться в атмосферу тропиков и даже больше. Такое волшебство вряд ли возможно в природе, ведь в парке одновременно присутствует 17 видов, а в общем почти полторы сотни порхающих красавиц. Размах крыльев некоторых особей достигает 30 сантиметров. Половину жизненного цикла в виде яйца и гусеницы они прибывают на особых фермах на Филиппинских островах, а в виде куколок приезжают в наш город, чтобы стать прекрасной бабочкой. Мы не можем прокормить гусениц. Гусеницы могут съесть целое апельсиновое дерево. Представляете, ну где же мы возьмем такие плантации деревьев, а такие плантации есть на Филиппинских островах, где действительно существуют фермы по выращиванию бабочек, откуда к нам и поступают куколки каждую неделю. У нас есть роддом инсектарий, где бабочки появляются на свет, и каждый посетитель может увидеть это таинство рождения бабочки. Их чарующая красота всегда влекла и пробуждала фантазию людей. Множество преданий и легенд существует в родных местах этих бабочек. Одна красотка – талисман счастливой и благополучной семейной жизни. Другая подарит увидевшему ее мужскую силу и боевой дух. А третья – символ ваших самых тайных желаний. Здесь можно сделать памятный снимок для себя или приобрести символичный сувенир для близких. Посетить парк тропических бабочек стоит всей семьей. Неведомые раньше впечатления гарантированы для взрослых и малышей. На выставке работает экскурсовод, который раскроет и другие секреты экзотических красавиц. Ждем вас ежедневно с 11 утра до 8 часов вечера в ТРК в воскресенье на третьем этаже. И о погоде. Завтра, 22 марта, в Бийске будет ясно. Ветер восточного направления слабый. Атмосферное давление очень высокое. Влажность воздуха до обеда также будет выше нормы. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью минус 10, минус 12. Днем плюс 1, плюс 3. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на Ютьюбе. Счастливо. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова